Все хорошо на радио Русский Берлин. И, как мы знаем, будет еще лучше после того, как вы прислушаетесь к мудрым советам нашего семейного психолога Сабины Байрамовой, который всегда приходит в себя, чтобы учить, чтобы помогать, чтобы советовать, чтобы рассказывать, разъяснять и помогать. Сабина, здравствуй. Здравствуйте. Мы продолжим сегодня тему родителей и детей. Мы решили это в прошлый раз, потому что нам стало понятно, что мы, наверное, никогда ее не закончим. Может быть, сделаем маленькую паузу, да, чтобы все-таки немножечко уделить внимание взрослым. И потом наверняка опять вернемся. И сегодня мы хотели заострить свое внимание, обратиться к теме подростковой влюбленности или подростковой любви. Вот и эту разницу мы обязательно сегодня попробуем изучить. Но для начала давайте поймем, разберемся и спросим Сабину, как же помочь родителю понять, что его ребенок повзрослел. Что он уже не вот этот маленький сю-сю-сю и такой сладенький, хорошенький. Я ему сейчас бантик, я ему сейчас гольфики, да, игрушечку какую-то, и за ручку, и мороженое. Что у меня взрослый ребенок. Как это понять? Ну, мы это всегда понимаем, наверное, на интуитивном таком опыте нашем. Ну, где-то примерно в 12 лет начинается половое созревание ребенка. И здесь меняется и его фокус, и направление, и мышление, и привычки, и отношения. И от этого никуда не идешь, потому что это сама природа, сама природа меняет, зовет, взрослеть, идти вперед. И родителям важно тоже подстраиваться под новые отношения детей, под новые их запросы. Если ты вчера мог купить своему ребенку, там, кофточку, платьице, брючки, чтобы он это одел, то уже в определенном возрасте он не будет этого делать, он будет отказываться. Начинается очень много внимания уделяться внешности, интерес к противоположному полу, характер начинает иногда портиться. Почему? От детей это не зависит, потому что происходит половое созревание, гормоны. У девочек это, получается, эстрогены, а у мальчиков андрогены. Вот, и на фоне этого меняется, естественно, характер, меняется эмоциональный фон. Дети становятся более вспыльчивые, более ранимые, плаксивые, наоборот, могут быть более агрессивны. Или же, в принципе, ничего не меняется. Я только хотела сказать, ну можно же как-то все-таки избежать этого. Или же ничего не меняется, то есть они остаются спокойными, то есть это не значит, что у них ничего не происходит, они просто по-другому устроены, у них все это происходит внутри, но желание быть самостоятельными, естественно, у них проявляется, остается и очень сильно просто себя распространяет на нас всех. И как с этим быть? То есть есть определенные правила. Я думаю, мы, наверное, сразу с правил начнем. Вот, правило номер один. Это тогда, когда ты начинаешь уважать, да, и давать ребенку возможность, определенность свободы. То есть это не значит, что ты сразу ему все отпускаешь, но ты ему начинаешь разрешать чего-то больше. Потихонечку? Потихонечку, да. Дозировано, да? Дозировано, да. Ну, в разных семьях по-разному. То есть, например, если у вас вы возили все время ребенка на машине в школу и туда-обратно он никогда не ездил на автобусе, то вы вдруг ему разрешаете проехаться, это уже для него какой-то огромный подарок. Кстати, у детей появляется огромное желание быть самостоятельными. Это тоже признак взросления, да? Да, тоже, да. Ну, он бывает еще, наверное, пораньше. То есть у всех детей по-разному, но, в принципе, это один из тоже главных признаков. А если же ребенок сам давно ездит в школу, то тут у него появляется желание приходить домой после, например, встречи с друзьями, где-то я в кафе или там в кино и так далее. То есть это его уже желание на свою личную свободу. Вот. И что здесь нужно делать родителю? Это, конечно же, проявлять доверие. Да, то есть и красиво определять ваши общие границы. То есть не так, например, говорить, чтобы ты в 10 часов был дома. Вообще без всяких оговорок, да? То есть вы предлагаете ребенку приблизительно такой вопрос. Когда мы с тобой договоримся? Когда ты будешь дома? Или же мне бы очень хотелось, я бы хотела тебя попросить, чтобы ты к 10 был дома, и объяснить, почему. Да, потому что я переживаю. Переживаю не очень хорошее слово. Потому что я думаю, что там уже рано темнеет, что может быть там сбой с автобусом. А почему переживаю нехорошее слово? Разве это плохо, когда ребенок знает, что мама за него волнуется? Не совсем. Это, скажем так, немецкое хорошее слово. Я и не даю, нет. Дело в том, что ребенок очень хорошо, что он знает, что за него родители переживают, его любят и волнуются за него. Но вопрос в том, что как часто вы это повторяете? То есть вы делаете, вы переносите свою тревожность, свои страхи на ребенка. Вы ему, в принципе, направление даете. Я за тебя переживаю. Мама переживает, значит, что-то может случиться. А с тобой что-то может случиться, да? Совершенно да, абсолютно правильно. Поэтому здесь такой момент, что вы можете говорить, что я переживаю. Я своим детям тоже это говорю. Естественно, а как если на улице 11 часов вечера темно, и вы едете откуда-то, где Эсбен ходит раз в 20 минут, то понятно, что я буду переживать. Но здесь момент такой, что это действительно очень тонкая грань, когда не дать больше тревожности, нагрузки своему ребенку, но в тот же самый момент, чтобы и он уважал твои чувства, потому что это у вас взаимосвязь. Да, вы можете там условиться о определенных смсах. Или там что... Можно же сказать, я хочу всегда знать, где ты? Конечно. Я всегда делаю, да? Конечно, конечно. Ты, пожалуйста, не забывай мне сообщать, где ты. А вот это очень важно, чтобы ребенок знал, что его родителю важно, где он. Поэтому здесь очень важно, чтобы родители всегда интересовались, где он, у друзей, у каких друзей. И объяснить ребенку, это не любопытство, это моя ответственность за тебя. И ребенок привыкает, что, во-первых, что он не безразличен родителю, да, а во-вторых, что родитель в курсе его жизни. Это очень важный пункт, чтобы родитель знал, где его ребенок, с кем его ребенок общается, в каком кругу. Ну, если, окей, там у него 20 друзей, не всех 20, но, например, 5 основных. Ну, самых близких, понятно. Вот. И способствовал всяческому сближению, содействию с тем, чтобы познакомиться с его друзьями, с его кругом. Естественно, это не должно быть авторитарно, насильно заставлять и так далее, но как-то очень так красиво, на день рождения, там, пригласи в гости, там, давайте пойдем все вместе в кино, или, ну, бойлинг. Разное направление, чтобы ребенок понимал, что родителю важно, где он, и важно, с кем он общается, да. Это такие вот основополагающие. Это первое, да. И дальше мы идем, правило номер два, это открыто разговаривать с ребенком, причем на все темы, и даже запретные. Причем называйте, пожалуйста, вещи своими именами. Я понимаю, что достаточно может быть неловко. Мы тоже все по-разному воспитаны. У нас есть определенные границы. Но ребенок вас будет больше уважать, да. И второй момент – это то, когда ребенок будет сам понимать, что он может к вам с этим прийти. Он понимает, что родители – это те люди, которые… Там он найдет все свои вопросы, ответы и интересные, интересующие его темы. Вот это интересный момент. Скажи, а вот бывает такое, что там мама говорит папе, например, ой, мне неудобно, если мальчик, да, мне неудобно с ним на эту тему говорить, поговори ты с ним. Или наоборот, папа говорит маме, мне неудобно с ней, с дочкой об этом поговорить, поговори ты с ним. То есть есть… Многие считают, что есть типично женские, типично мужские темы, да? Да, это ролевое определение, оно, в принципе, оно правильное, поэтому есть какие-то моменты, на которые действительно с сыновьями должен говорить папа. И если папы нет, то это могут быть там старшие братья, дяди, близкие друзья, да, и мамы, да. Это действительно важно. Но в тот же самый момент здесь между мамами, сыновьями и папами, дочерьми тоже важно выстроить вот этот вот мостик доверия, что мы не идём куда-то в глубину, да, но мы можем обо всём поговорить. Например, обсудить девочек, которые вокруг, или там подсмеяться, там сказать, ой, посмотри, вот он за соседницей, на мою дочку красавицу смотрит, ой, да, приятно. То есть открыть этот, расширить эти границы, да, чтобы ребёнок мог прийти к тебе совсем, и чтобы он, самое главное, не стеснялся и не боялся. На маленькую музыкальную паузу прервёмся мы сейчас, после этого вернёмся к нашему разговору, очень важному, ведь сегодня мы хотим говорить о первой любви или первой влюблённости подростков, а для этого начали с того, что готовим родителей понимать, что ребёнок повзрослел, и готовим их избежать каких-то определённых ошибок, которые неминуемы всё равно происходят, и родители их совершают на ошибках, как известно, учатся, а мы учимся прямо здесь и сейчас, в прямом эфире «Радио Русский Берлин» у семейного психолога Сабины Байрамовой. Всё хорошо на «Радио Русский Берлин». У нас вообще два секретов нет, друзья, именно поэтому общаемся здесь, в прямом эфире «Радио Русский Берлин» с семейным психологом Сабиной Байрамовой, и сегодня наш эфир посвящён первой любви или первой влюблённости, подростковой любви. Ну а для того, чтобы понять, как с этим обращаться, нужно обсудить и выявить главные правила поведения родителей, как родителям вести себя с взрослеющим подростком. И вот несколько правил мы уже обсудили, идём дальше. Мы, так сказать, готовим сейчас почву плацдарм для того, чтобы потом уже совершенно чётко понимать, как же нам себя вести с влюблённым подростком. Хотелось бы короткое к правилу номер два. Когда к вам придёт ребёнок говорить на какую-то тему, если он даже сам захочет, это будет случиться большое счастье, не запрещайте ему этот порыв, не обрывайте. Да, что маленький ещё говорит на эту тему. Наоборот, скажите «Я очень рад, спасибо, когда захочешь, обо всём поговорим». Переходим к правилу номер три. Это тогда, когда нам начинает не нравиться окружение наших детей, а ещё, не дай бог, его первая любовь. То есть мы конкретно начинаем опасаться, бояться, переживать. Это не тот круг, не та семья, не то образование, плохие дети, плохая компания и так далее. То есть мы в голове уже их поженили, и нам это не нравится. Да-да, это касается, да-да, абсолютно, не только касается межличностного парня и девушки, как пара, а это, возможно, распространяется на его круг и друзей. Здесь надо, очень важно понять, почему вашему ребёнку интересно с ними общаться. И понять, почему именно эта девушка или именно этот парень ему нравится, почему именно к нему возникло такое чувство влюблённости или любви. Да, и нежелательно говорить такие фразы, как «Хм, я тебя вчера видела с какой-то крали, это кто там вообще был?» Да, или там «Я чуть машину у неё не остановила, чтобы не выяснить, с кем ты там шла под ручку». Да, наоборот, сказать, что «Ты знаешь, мне было очень интересно тебя увидеть с кем-то, мы там с папой хотели бы познакомиться, может, ты расскажешь что-то нам о ней или о нём и так далее». То есть проявить интерес, да. Идём дальше. Это же так, по-быстрому, так, компактно, чтобы всё успеть. Ну, понятно, пока всё раскладывается по полочкам у нас. Да, правило номер четыре – это тактично рассказывать ребёнку о своём опыте, о своей первой влюблённости, о своих первых отношениях. Да, причём почему тактично? Потому что не стоит говорить, «Ой, у тебя ещё таких будет миллион, вот у меня до твоего папы там вагон и тележка, или там, да я там весь в Берлине…» Я вообще не помню, в кого я первый раз… Да-да, или я там всех вокруг порадовала своим присутствием и так далее. Вот, поэтому здесь такой момент, что не уменьшать, уничижать вот это именно первое чувство, говорить очень тактично. Если вы видите, что ребёнку не особо приятно слушать о ваших первых отношениях, то лучше не надо идти дальше. Потому что, кстати, так очень бывает, достаточно часто встречается. Но тактично рассказать, что вот я там, когда с твоей мамой познакомился, я даже помню, в чём она была одета, и мы там с ней потом пошли в кафе, и цветы, и эти звёзды до сих пор помню это своё чувство. Ну, так романтики напустить-то, да. Да, очень нежно, романтично. Идём дальше. Правило номер пять. Это мы уже с вами это обсуждали, что семья – это пример, поэтому не бойтесь проявлять свои чувства в семье, обнимать детей, гладить их, обнимать, целовать своего партнёра, да, тактильное прикосновение. То есть в семье должно быть тепло, объятие, в семье должен быть уют, должно быть добро. Дети это чувствуют, они начинают делать этот перенос на своих партнёров, и они себя чувствуют в семье защищённо, спокойно, и с проблемами влюблённости, если им плохо и тяжело, они как раз придут к вам, они будут у вас отогреваться, да, именно в ваших объятиях. Это, кстати, очень важно, когда ребёнку плохо, он плачет, он рассерженный, его обидели, с ним больше не хотят быть. Не бойтесь обнимать детей, не бойтесь с ними вместе плакать, не бойтесь проживать с ними эти эмоции вместе. Это правило… Мужики не плачут, засусть свои сопли себе в одно место, как папы делают часто дикты. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Или же, как тебе не стыдно, за какого идиота тут нюни распустила, что там за болван? Ни в коем случае. Вы тем самым действительно, во-первых, вы сводите эти чувства детей, минимизируете их, да, это то же самое, когда к вам приходит малыш, он упал, ему действительно больно, а вы ему говорите, не плачь, ничего, тебе не больно, я видела, ты даже не стукнулся. А ему действительно больно, и он хочет вам действительно пожаловаться, ему хочется, чтобы вы пожалели. Вот можно сделать такое сравнение. Вот. Дальше правило номер шесть. Да, это, к сожалению, что подростковая любовь чаще всего, она очень непредсказуема, она может там длиться годами, а может закончиться через две недели. И дети это переживают достаточно эмоционально, они требуют нашей поддержки, и ни в коем случае, пожалуйста, не... Вообще эти фразы, кстати, вот психология, они считаются очень тяжелыми и неправильными. Ах, я же тебе говорила, нечего сейчас мне здесь тут жаловаться. А я так и знала, что так и будет, я тебя предупреждала. Пожалуйста, дорогие родители, забудьте эти фразы, просто примите своих детей, пообщайтесь с ними, поговорите с ними. Если они захотят. Кстати, очень полезно в этом моменте смотреть фильмы, может быть, такие, ну, про любовь, там, чувственные... А их великое множество, это, конечно, тоже вечная тема. И говорить и обсуждать эти фильмы с детьми, таким способом дети, эмоционально проживая, будут, как говорят, очищаться в кавычках слезами, да, то есть эмоции будут выходить, им будет легче, и вы можете с ними обсуждать сюжеты, почему произошло так, косвенно говорить об их отношениях с их партнерами. Если, пожалуйста, если дети не готовы это обсуждать, не настаивайте. Придет момент, они к вам точно сами подойдут. Итак, мы сейчас поговорили о правилах поведения родителей с взрослеющими подростками. Мне кажется, поскольку мы несколько раз уже называли это чувство то влюбленностью, то любовью, а, может быть, это два разных чувства, то, мне кажется, здесь нужно очень хорошо понять, есть ли все-таки разница между первой влюбленностью и первой любовью. Это одно и то же или нет? Различаются ли как-то эти вещи между собой? Безусловно. И даже часто взрослые для себя не могут определить разницу между влюбленностью и любовью. И она, безусловно, существует. Так вот, очень важно объяснить, научить ребенка понять вот эту тонкость, в чем есть различия. И когда чувства, они принимают такой действительно оборот, ну, не скажу серьезности, потому что это тоже очень все относительно, особенно в этом возрасте, но они выходят, скажем так, на более глубокий уровень. Так вот, влюбленность, постарайтесь объяснить своему ребенку, что когда ты видишь, вот говорят, любовь слепа, да, любовь там зла, там, да, это на самом деле не любовь, а влюбленность, потому что ты видишь человека, ты видишь его оболочку, внешний вид, его там, как он выглядит, глаза, там, фигуру, рост, да, и ты влюбляешься, ты чувствуешь вот это вот, вау, это там мой человек и так далее. И это нормально, да, потому что как раз-таки мы воспринимаем, это именно зрительно, да, отношения зарождаются с первой картинки. А вот дальше, и вы объясняете, что в принципе это поверхностное восприятие человека, потому что ты никогда не знаешь, а какой он действительно, как он себя ведет в тех или иных ситуациях, да, что он чувствует и так далее. Вот тут включается момент, что ты, начиная общаться с человеком, ты смотришь более глубоко на его поступки, на его действия, на его слова, на его поведение, да, и так далее. У меня был очень интересный случай, когда девочка 17 лет очень сильно, очень сильно, прям вот сегодня на завтра у нее были сильные чувства, только тогда, когда они прошли и вместе с ее другом по улице, там упала старушка, и все подбежали, а он ее дернул, они проходили прямо мимо ее, сказал, хватит, вдруг ты не знаешь, чем она там больна, пьяная, от нее пахнет, пошли давай быстрее отсюда. И вот этот момент, да, несмотря на то, что они уже достаточно долго были в отношении. Замок рухнул. Замок рухнул, и она очень страдала, она не захотела с ним больше видеться, ее мама очень переживала, она не могла даже найти себе силы объясниться с ним, и вот это у нее картинка, ее принц, да, вот это ее идеал, герой, да, вот он оказался, что просто рядом с ним упал человек, которому она хотела помочь, мало того, что он не останался, но еще дернулся, сказал, пошли отсюда, что ты здесь время тратишь на эту, какую-то бьяну больную, неизвестно, чем она больна. И все, все, замок рассыпался. Вот это момент влюбленности и любви. Кстати, взрослым это тоже будет очень важным. Ну, а, наверное, это и не отличается никак, просто жизненный опыт, наверное, помогает здесь, а так, наверное, различий-то и не очень много. Друзья, на небольшую музыкальную паузу прервемся, и сразу после этого вернемся, и продолжим разбираться с первой влюбленностью, с первой любовью, как научить ребенка отличать одно от другого, и чему нужно обязательно научить подростков, и, конечно же, свое внимание тоже обращать на что. Обо всем об этом через пару минут. Все хорошо на радио «Русский Берлин». Подростковый возраст или пубертат, как его еще называют, традиционно вызывает у родителей дрожь по телу, потому что ребенок кардинально меняется. Из вчерашнего милого такого розовощокого малыша мамы с папами вдруг получают набор проблем. Иногда, конечно, этого удается избежать. Бывает и такое, но, как правило, все равно начинаются какие-то проблемы, проблемки, вопросы, и, естественно, тут нужно понимать и как вести себя, и как и чему научить этих самых подростков во время этого переходного возраста. И вот мне хотелось бы сейчас, Сабин, чтобы ты нам рассказала, чему обязательно нужно научить подростков. Да. И давай еще раз оговоримся, о каком возрасте идет речь. Это, ну, скажем так, как дети плюс-минус 11 плюс, вот скажем так, с 11 лет. Хотя, ну, учить этому надо стараться уже подготавливать детей чуть пораньше. И, конечно, мы начинаем сталкиваться с взрослеющими детьми просто практически с новой личностью дома, который ты, это же не тот действительно ребенок, которому ты мог навязать свое мнение, уговорить. Ну, или просто сказать, как надо сделать, и все. Да, или сказать, как надо делать. И это надо очень важно нам, родителям, понимать. И мне бы очень хотелось, дорогие родители, сказать вам, вспомните себя в свои, в свои, скажем так, юные годы, да, вот это вот ощущение первой влюбленности, бабочки в животе, вот это вот вздохи-ахи, беседы с подружками, влюбленные взгляды. То есть это, на самом деле, это очень прекрасная пора, и дай бог, чтобы у ваших детей она действительно произошла и случилась. Итак, чему можно научить? В первую очередь, в первую очередь, это охранять свои границы и научиться говорить «нет». Если ты чего-то не хочешь, то ты должен уметь говорить «нет». Это очень важно как девушкам, так и юношам. Да, это касается и сексуальных отношений, и каких-то моментов, которые куда-то пойти, куда ты не хочешь. И предлагают, когда тебе то, что ты не хочешь, уметь отказываться, оставаться при этом личностью. Итак, охранять свои границы, уметь говорить «нет». Второе, это уважать чужие границы и желания, да, то есть если тебе говорят «нет», «не хочу» или «мне бы хотелось то», да, то ты пытаешься понять, почему так, да, и как бы тебе этого сейчас не хотелось, но ты уважаешь чужие границы. Третье, это правильно оформлять завершение отношений, да, это тоже очень важно научить свою дочку или своего сына не просто отправить смс или пропасть, да, а поговорить… Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок. Да, да, да. Вот такого плана. Вот что-то такого плана, да, попробовать поговорить с человеком, объяснить, как бы тебе это не было сложно и не хотелось выйти из своей зоны комфорта и объяснить другому человеку, даже, может быть, не почему ты не хочешь, да, потому что ваши отношения закончились. И это очень важно сделать для их формирования личности в будущем, да, отвечать за свои поступки, отвечать за отношения, уметь их завершать. Уважительно относиться, да. Не обижая, не оскорбляя другого партнера, что бы ни случилось и ни произошло, уметь объясниться с человеком, красиво завершить отношения. Обязательно ли расставаться друзьями? Очень сложно расставаться друзьями, когда есть еще чувства. Это можно отложить в дальний ящик, да, но расставаться на уважительном уровне, да, когда, может быть, даже извиниться, объясниться, сказать, что, ну, вот, прости, пожалуйста, но так получилось, да, что нет там, я не могу, нет чувств, или там, то есть просто объясниться красиво, действительно достойно объясниться, а не отписаться одним смсом. Это задача родителей. И подчеркиваю, вы делаете большой подарок своему чаду на будущее. Следующее – это говорить о своих желаниях, да, чего тебе хочется, и идти на компромисс, умение идти на компромисс. То есть, смотрите, в принципе, мы учим детей уважать желания других, да, и также говорить в то же самое время, говорить о своих желаниях, и умение находить компромисс. Это тоже очень важно. И последнее – это уважать себя как личность, то есть не давать другому человеку оскорблять тебя, унижать тебя, за счет тебя быть сильнее, лучше, красивее, да, то есть уважать себя как личность. Вот это последнее, мне кажется, часто происходит в рамках неразделенной любви, когда вот односторонняя любовь, когда, например, девочка влюблена в мальчика, страдает от этой любви, а мальчик пользуется этим чувством, не разделяет его, да, и тогда вот начинаются вот эти манипуляции. И они ведь действительно и в подростковом возрасте тоже имеют место, да, то есть это тоже происходит. Потом эти маленькие манипуляторы становятся взрослыми манипуляторами, но у них это заложено уже в поведении. А девушки идут, что дальше от них вытирали ноги. И опять же, вот, к сожалению большому, как это не грустно звучит, это задача семьи, да, и задача пап, да, объяснить своей дочке, что она лучшая, что она достойная, что она любимая, что она не выпрашивает любовь, что ее любят, да, то есть показать ей, что она личность. И да, она сейчас ее не любит, сейчас ее не хотят, но придет время, и тот ее настоящий герой придет, появится, да, но для этого не нужно идти против себя, против своего желания. И это очень важно. Важно действительно научить, вообще это не касается девушек, юношей, научить детей уважать себя как личность. Это, кстати, опять же, огромный будет подарок на будущее вашему ребенку, потому что он пойдет дальше во взрослые отношения, и эта модель у него будет идти с ним дальше. Ну, вообще мы знаем, да, что очень часто вот эта поведенческая модель в детстве, даже как в песочнице себя ребенок ведет, он потом и в офисе себя ведет, в принципе, взрослым точно так же. А какие ошибки, вот, главные совершают родители именно в этих ситуациях, когда они живут на одной жилплощади с влюбленными подростками? Чего нужно избегать? На что обращать внимание? Ну, начнем с того, что у нас нам надо избавляться от клишей и стереотипов, да, то есть не навязывать стандартные стандарты, не говорить о том, что унижать другого человека, что нет, это вот в мое время было так, это ненормально, то есть стараться отходить от этого, принимать новое время своего ребенка взрослые, его желание, его авторитет как личности. Дальше это второе, это опять же, когда говорят нет, не рано, любви все возрасты покорны, да, любить не рано, а когда ты слышишь, что, боже мой, мал еще, тебе еще рано, вот этот момент, когда вы уничтожаете его как личность, говорят, ты мал еще, да, в принципе, любовь не имеет возраста, влюбиться можно и в 4 года, и в 99 лет. Просто это разная любовь. Разная любовь, разные ощущения, но суть одна, и поэтому здесь момент такой, что вы не принижаете достоинство своего ребенка, вы даете ему право любить, быть влюбленным. Еще раз повторяю, это прекрасное чувство, вспомните, пожалуйста, себя. А ты помнишь свою первую любовь? Да, конечно, помню, да. Сколько тебе было лет? Ну, мне было, я считаю, это было достаточно, уже такой взрослый период, у меня подружки пораньше влюбились, мне было где-то, наверное, лет 16, скорее 17, да, и это было вот как раз, это была не любовь, это была влюбленность, вот это я увидела. В таком возрасте уже достаточно осознанно подходишь к этому чувству, наверное. Да, но это потом я осознала, что это была влюбленность, но в тот момент я в первый, как бы в первый момент я влюбилась именно в оболочку, именно вот человек зашел, и вот с ним вот, мне на тот момент было, ой, вот зашло там что-то вот светлое совсем, а уже потом это действительно были уже чувства на уровне, потому что мне нравилось с ним общаться, разговаривать, дискутировать, там, он любил удивлять, то есть это очень, это очень приятно. Разочарование избежать удалось, а боли нет, и это вы не найдете ни одного здорового человека, которого не удалось избежать боли. То есть раны все равно какие-то маленькие, большие рубцы остаются. Они потом... Ну это память. Это память, это идет в такую копилку, ты не чувствуешь уже все, что идет дальше, ты не чувствуешь такой вот, такой тяжести, такого вот, если это были, скажем так, здоровые отношения, да, но, естественно, что это... Естественно, что боль от расставания, она присутствовала, конечно, и это было абсолютно... Это было абсолютно нормально. Это жизнь. Какие еще ошибки не должны совершать родители? Да. Не драматизировать. Вот. Это нам бывает очень сложно, потому что мы переносим свой опыт на детей. Я знаю, у меня было то же самое, вернее, у меня было, у тебя будет то же самое, я так страдала. Это ужасно. Я так страдала. Это ужасно. Зачем тебе это нужно? Чем позже, тем лучше. Успеешь еще. Вот этот весь, вот этот весь набор, вот этого нашего внутреннего страха, ужаса, мы переносим на детей. И это на самом деле для детей, это большой груз, потому что они начинают переживать, бояться, страдать. Они им начинают бывать обидно за маму, что ее когда-то обидели, там, я не знаю, унизили и бросили. За папу, который там до сих пор вспоминает это и в глазах стоят слезы. Поэтому, родители, пожалуйста, контролируйте свои эмоции и не переносите свои страхи. Следующее, это не дразнить, не критиковать и не пренебрегать чувствами ребенка. То есть, ни в коем случае не делайте, не критикуйте его выбор, не унижайте его, ни его, ни его выбор, ни в его чувствах, ни там, вот, да, она такая дура, да, посмотри, какая у нее мама, да, там, посмотри, какой он дурак и так далее. Ни в коем случае. Во-первых, вы вызовете сто процентов обратную реакцию. Конечно. А он мне нравится, нравится, нравится. Вот, однозначно. Если вам результат в школе важен, то он точно будет идти на минус, на спад, потому что ребенок, это будет его протест таким образом. И запомните, что сейчас его половое созревание зависит от действительно полуролевых отношений, от того, как они будут формироваться. Сейчас очень большое значение будет иметь, будет иметь в его будущем. И дальше идет у нас не запрещать, не навязывать ваши, каким образом, то есть, когда вы начинаете ставить запреты, то есть, он там, у него встреча с кем-то, и вы знаете заранее, а вы говорите, нет, мы должны проверить больную бабушку. И это все таким критическим, таким трагическим, таким очень, и вы смотрите на него полным вины, взглядом, да, то есть, избегайте, пожалуйста, этого, потому что это ребенка раздражать. Это манипуляция классическая. Манипуляция начинает очень сильно раздражать. Если он даже сделает то, что он хочет, но он это сделает, во-первых, не от души, во-вторых, и тяжестью на вас. А, ну это моя любимая, это самое сложное, не сувать нос. Это правда, ой, это же невозможно совсем. Не любопытничать, это надо ждать, когда к вам придут, зададут вопросы, помогут, да, попросят о помощи. А они все не приходят, а не приходят, а все время что-то происходит, там, да, это крайне сложно. Вот здесь советую бы действительно включить весь свой такт и очень аккуратно задавать какие-то навязчивые, там, навязчивые, извиняюсь, наводящие вопросы, наводящие, мне уже навязчивые, наводящие вопросы, чтобы облегчить свое душевное состояние, не ребенка, а свое ребенку. Но не раздражать его при этом, опять же, количеством таким. Совершенно, да, правильно. И показывать все время добрую волю, что я всегда для тебя открыт, я готов, приходи ко мне общаться, разговаривать, я тебя жду и люблю. Замечательно. Ну что ж, после короткой музыкальной паузы подведем, конечно же, итоги и дадим, может быть, небольшие советы родителям, как себя вести в этой ситуации. Все хорошо на радио Русский Берлин. Все, что мы... Все... Когда торопишься, всегда слова выбегают быстрее, чем надо. Все мы знаем, друзья, что влюбленность это невероятно бурный всплеск эмоций, энергии, подъем всех сил. Это совершенно невероятное ощущение. И, конечно, хочется нам, чтобы оно длилось вечно. Особенно этого хочется подросткам, потому что им кажется, конечно, что это любовь навсегда. Единственное неповторимое, но первое, вот о ней мы говорили сегодня, и когда влюбляется подросток, конечно, все это происходит намного сильнее, намного ярче, эмоциональнее. И мы говорили сейчас о том, как избежать ошибок, как посоветовать, как себя вести вообще с влюбленным подростком. И хочется услышать, Сабин, под конец нашего разговора несколько советов мудрых родителям подростков, родителям влюбленных подростков. Вот что им можно посоветовать? Ну, вообще, советы, скажем так, общие. И помните, пожалуйста, что подростковый возраст это именно тот возраст, когда закладываются модели поведения, модели межличностных отношений. То есть это именно сейчас база, основа. Итак, первое, это уважать личное пространство. Все, что касается личных вещей, комнаты, записей, так должен быть, присутствовать обязательно. Второе, не выяснять, не оскорблять, не ругать в присутствии его девушки, парня или вообще, в принципе, в присутствии друзей. Да, в принципе, в присутствии друзей. Третье, учиться, и заметьте, учить, то есть учиться самим и учить, говорить открыто о запретных темах, о своих чувствах, о своих эмоциях. Третье, извиняюсь, четвертое, это доверять ребенку. То есть это наша задача, учиться, то, о чем мы с вами говорили, учиться доверять ребенку. Как бы нам с вами не было сложно, но это очень важный пункт именно в ваших взаимоотношениях с ребенком. Пятое, помнить, от всех не закроешь, от всего не убережешь. То, что ребенок должен сам набирать свой опыт, набивать свои шишки. Как бы нам не хотелось предостеречь, это, к сожалению, нам не получится. Это и есть опыт? Это и есть опыт, Помогать ему в этом, разбирать его опыт с ним же, да, обсуждать его действия, желания, дела и так далее. Следующий пункт, это у нас шестой, это разговаривать. Вот здесь просто хочется сказать, уже ничего не добавляя, просто разговаривать. Это касается всего и всех. О его дне, о его выборе, о его любви, о его чувствах, о его переживаниях, обо всем. Разговаривать с ребенком. И седьмое, это говорить о своих чувствах к ребенку и проявлять свои чувства к ребенку. Пожалуйста, не бойтесь это, а наоборот, открывайте себя своему ребенку. Мне кажется, так много полезных советов. Друзья, хорошо, что у нас есть возможность переслушивать эту программу. Заходите на наш сайт, где будет выложен подкаст этого эфира. Конечно же, на нашу страничку на YouTube. Повторы будут тоже звучать в эфире. Очень важно, очень нужно все. Но подводя небольшой итог вышесказанному, важно еще раз подчеркнуть, что в подростковом возрасте любовь и межличностные отношения, о которых мы тоже сегодня говорили, играют одну из ведущих, чуть ли не главных, наверное, ролей в развитии человека. Именно поэтому важно уделять этому внимание и если необходимо помогать о том, как это делать, мы говорили сегодня с семейным психологом Сабиной Байрамовой. Сабина, огромное спасибо. Ну и мне кажется, самое важное, что нужно вот сейчас дать нашим родителям, подросткам, будьте мудрыми. Будьте мудрыми, любящими, понимающими родителями. Да, и хотелось бы добавить просто, что вот вспоминайте, пожалуйста, вспоминайте себя, свои чувства, свои ощущения, прежде чем запрещать бежать, кричать, хвататься за голову, пожалуйста, вспоминайте себя в этом возрасте, свои прекрасные ощущения, своих родителей, свою любовь, абсолютные эмоции, просто жить, не пережить, и желайте это своим детям, потому что это неповторимо, это действительно трогательно, романтично, и очень-очень чисто. Знаешь, что нужно сейчас сказать? Вот сначала попрощаться, сказать до свидания, а потом сказать да здравствует любовь. Да здравствует любовь. Первая, неважно, вторая, десятая, да здравствует любовь. Друзья, спасибо, что были с нами. Сабина, спасибо большое. До скорой встречи. До свидания.